Продукты питания в Российской Федерации подорожают на 3,5% в течение текущего года. Это касается цены на яйца, сахар, масло и мясо птицы. Я уверена, что те люди, которые периодически сидят на диете, отказались от сладкого, вряд ли почувствуют по своему карману, что увеличились цены. Также, возможно, вегетарианцы, которые не кушают ни мясо птицы, ни яйца, тоже, возможно, не заметят. Но вот те люди, у кого большой, я бы сказала, аппетит, такой же большой, как и их рост и даже, возможно, размер ноги, я думаю, возможно, на себе почувствуют. Поэтому с тем, с какими житейскими трудностями и сложностями сталкивается самый большой крымский житель, узнавал наш корреспондент Ольга Литвиненко. Подземные переходы, дверные проемы, низкие потолки – это то, с чем стоит быть особенно осторожным людям с ростом выше двух метров. А чего стоит для них сесть в машину или зайти в общественный транспорт? Выбор одежды или обуви и вовсе кажется седьмым кругом ада. Кому-то достаточно легко подобрать одежду. Мода выработала определенные стандарты человеческого тела. А Владимир Семенов при росте 2 метра 10 сантиметров и 49-м размером ноги часто уходит с магазина с пустым пакетом, но полным кошельком. Рубашки, брюки, футболки. Подобрать хоть что-то в обычном магазине Владимиру практически невозможно. Кроссовки и те покупает вместо желанных кет. Пробелы шопинга восполняет интернет. На заказ обувь. Ну, это дополнительные клопоты. Конечно, проблемно было. И затраты дополнительные, соответственно. Кровать без второй спинки, обувь гигантского размера. Нетрудно догадаться, что в этой комнате живет великан. Даже предметы быта соответствуют хозяину. И что это за кружка? И откуда она у вас? Моя, можно сказать, рабочая кружка. Здесь литр жидкости вмещается в нее. Подарок возлюбленной девушке. Стремительно расти Виктор начал еще в школе. В 16 лет отметка возле двери превысила метр девяносто. Но забрасывать мяч в кольцо начал только в университете. Именно в студенческие годы мужчина увлекся баскетболом. Вышел телом и лицом, спасибо матери с отцом. В батю пошел. А спортом начал заниматься довольно уже в позднее время, наверное, уже когда мне было уже под 20 и за. Учился на физвозе. Но поняв, что это не его призвание в жизни, отправился на кинопробы. И так увлекся этим миром искусства, что до сих пор с удовольствием снимается пусть в эпизодических, но ролях. Недавно Владимир работал на одной площадке с Михаилом Пореченковым. Я главарь уголовной банды, где у нас с ним такое противостояние, где его бьют до крови. А он вам сдачи дал? Ну, конечно, это же драка бескомпромиссная. Но больше всего мужчины впечатлили совместные съемки с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером. Фильм снимался в Китае, в прокат еще не вышел. Но конкуренция была серьезная. Только из Крыма на роль претендовало 20 человек. Проходили множество отборов, смотров, кастингов. На эту роль очень тщательные, скрупулезные. Что нужно было сделать, чтобы получить эту роль? Понравиться режиссерам, наверное. Ну и быть, прежде всего, нестандартной внешностью, не меньше двух метров. «Титаник» среди лодок. Так шутку он называет сам себя. Активно занимается спортом и на проблемы со здоровьем никогда не жаловался. А побить мировой рекорд по росту никогда не стремился. Да и незачем. Ольга Литвиненко, Алексей Семенов. Утро нового дня.